Первый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана прошел в Таразе, по итогам которого были подписаны документы на десятки миллионов долларов. Амбициозными целями по увеличению взаимного товара оборота и инвестициями поделились премьер-министр Смаилов, его киргизские коллеги, а также представители министерств и акиматов. Состоялся и межправительственный совет, на котором обсуждали транспортно-логистические, водно-энергетические, торгово-экономические взаимосвязи. Прошлый 2022 год был богат на совместные казахстанско-киргизские мероприятия. В июле Токаев был в Кыргызстане, где соседи обсуждали геополитическую обстановку и взаимную торговлю. В октябре президент снова встретился с киргизским коллегой. На этот раз обсуждали транспортно-логистическую и гуманитарную сферы. В декабре лидеры встретились на заседании Высшего Евразийского экономического совета. И это всего лишь несколько примеров сотрудничества. На этот раз премьер Смаилов встретился с киргизской делегацией в Жамбылской области. Он отметил, что в 2022 году взаимная торговля выросла на 19% и достигла 1 миллиарда 300 миллионов долларов. А за 7 месяцев текущего года рост на 13% и общая сумма 757 миллионов долларов. Сейчас стоит цель увеличить объем товарооборота до 2 миллиардов долларов. И для этого у нас есть все возможности, сказал Смаилов. Крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и рационального водопользования, имеющей прямое влияние на жизнедеятельность наших граждан. В целях обеспечения справедливого и прозрачного управления водными ресурсами нам необходим действенный механизм мониторинга путем оцифровки межгосударственных водохозяйственных каналов. Важно обеспечить осуществление обмена гидрологической информацией, в частности, по приточности к водохранилищам и забору воды по всему бассейну. На первом форуме межрегионального сотрудничества в Таразе обсуждали агропромышленную кооперацию, водно-энергетическое сотрудничество и социальное развитие. С 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти 1 миллиард 300 миллионов долларов. Между нашими странами налажено эффективное инвестиционное взаимодействие. Мы, со своей стороны, заинтересованы дальнейшей реализацией совместных проектов и их увеличений. В целом, у Казахстана и Кыргызстана широкие перспективы для совместной работы по всем направлениям. Это подтверждается солидным перечнем подписываемых сегодня коммерческих документов в различных отраслях на сумму порядка 65 миллионов долларов. Уверен, что сегодняшний форум позволит выработать новые инициативы, направленные на усиление взаимовыгодного межрегионального и приграничного сотрудничества. При этом только в прошлом году вложено почти 200 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим периодом. Хотелось бы отметить, что форум у нас в этом году первый. Это первый такой опыт Казахстана с Кыргызстаном. И он достаточно хорошо прошел. По итогам форума мы подписали контракт в порядке на 65 миллионов долларов США. И считаем, что такая практика будет продолжена уже на ежегодной основе. Это целый ряд коммерческих документов, предусматривающих поставку мяса птиц, медицинских и кондитерских изделий, комплексных микроудобрений, оказания торгово-посреднических услуг, а также реализацию инициатив в легкой промышленности и банковской сфере. Сергей Уланов, Гульнара Умарова, Ахмедяр Ильясов, ТДК-42.